ЖИВЫЕ ЖИВЫЕ БЕСЕДУЕ, БЕСЕДУЕМ, ну и музыку они нам свою замечательную исполняют. Для кого-то, возможно, сегодня случится знакомство, а кто-то получит удовольствие уже не впервые, но главное, что это удовольствие полной ложкой в живом звуке. Есть у нас традиция, мы от нее не отступаем. Эта традиция гласит следующее. Первая песня должна прозвучать сразу, а затем мы уже будем как-то общаться и знакомиться. В некотором смысле музыкальная заявка для несведущих. О том, собственно говоря, что это за группа. Как всегда, Живой Звук в программе Живые. Поехали! Звук в программе Живые. На реке широкой и буйным сноеным потоком Танцевала, смеялась, приглашая тайком. И в душе незабвенный, кто из странников смелый Оставался ты спрежно в тяжком царстве моем. Боль взяла мою руку, смерть дила твою душу. Не ходи и не слушай на реле и гласа. А не удешь, то примеришь ты венок из рябины. Песни роешь могилы, а по сердцу слеза. Музыка. 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 Легкий шаг запрет по ссору гори, Моди Взор меня пленит, жалость не имеет власти. Взор меня пленит, жалость не имеет власти. Ждали, как оказалось, потому что как только появился анонс, народ начал кричать «Ура!», девушке кидать чепчики, как это водится у нас в России. Ну, а мальчики просто тихо и радостно пожимать, потирать руки. Вот, например, человек пишет свое радио, мечта сбывается. Мечта увидеть вокалистку группы. Дальше Вячеслав не продолжается, надеюсь, он рад тому, что он увидел и счастлив от того, что он наблюдает в данный момент. Итак, Ирина Ропатько. 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 Окончание на последнем. Не хотел обидеть. Ничего. Не хотел. Ну, нормально. Ропатько. Это у нас вокал и габой. Кстати, сказать, были такие случаи, когда мне, так сказать, пробрасывали, вот мог бы и познакомиться с артистами заранее, а я сознательно этого не делаю. Мне нравится начинать с чистого листа. Вот когда незнаком лично, знакомиться прямо в студии. Это, кстати, мне очень симпатично. Пусть я гитарошибсен, теперь буду знать точно, подчеркнуто, Ропатько. Значит, гитара, вокал, метрофан, тут правильно, да? Метрофанов, Сергей Никакин. Да, все верно. Иных ударений быть не может. Все верно, все правильно. Да, есть один очень известный метрофанов, товарищ. В бегах. По-моему, до сих пор еще. Дальше. Вот к этому микрофону хотелось бы, чтобы все подошли по очереди. Бас-гитар Мартынов, Сергей. Сейчас Сергей будет снимать гитару. На ужин иди прямо с гитарой, чего ты стесняешься? Просто поздоровайся, скажи здрасте. И все. Здравствуйте. Вот. Это бас-гитарист коллектива Денисова Александра Флейта. Здесь тоже с ударениями без проблем. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, и единственный человек, которому никуда ходить не надо из музыкантов, это барабанщик любого, кстати, коллектива. У них собственный микрофон там. Подними его повыше к себе. Удобнее же будет. Вот. Алимов Денис. Привет всем. Ну, если кто-то захочет что-то сказать, помимо того, что, собственно, за всех отдуваться будут вот эти двое, которые подсели уже к микрофонам, вы можете вставать совершенно спокойно, а ты просто дай мне какую-то отмашку. Ну, да? Если вдруг желание возникнет. Мало ли, такое бывает. Аркаим, так называется коллектив. Еще раз я повторю название. Я надеюсь на то, что поклонники коллектива сейчас нежно уже расставив вокруг себя нужное им питье. Ну, вот у меня чай, например. А кто-то, возможно, какао пьет с печеньками. Вот вчера, например, кто-то говорил, что банку йогурта с 10 печеньками умял за время эфира. Чувствует себя очень комфортно. Располагайтесь. Пожалуйста, сегодня будет хорошо. Ну, в общем, как обычно. Но сегодня будет Фолково. Так вот, в полном объеме Фолково. 4647. Это короткий номер для смс-ок ваших. 4647. Сначала пишите «свои». Этот префикс необходим. Пишите либо кириллица, либо латиница. Не имеет значения. После префикса «свои» делаете пробел. А дальше уже сообщение, с которой хотели адресовать коллективу. Если префикс не напишите «свои», то, естественно, сообщение к нам не попадает. Будьте внимательны и аккуратны. Далее. Группа. Ну, я сейчас не имею в виду понятное дело сообщества ВКонтакте. Там давно уже выложен анонс с фотографией в лесу. А лес-то такой нехоженный. Где же вы нашли такой-то лес в Подмосковье? Интересное дело. Или это просто на картинке? На самом деле, это на картинке. Это наш центральный парк. Нет, да, это в Туле. А, да, даже Тула. А смотрится так, как будто бы дебри чаще. Вот только-только сейчас отверните, медведь выскочит из зоны. За это большое спасибо фотографу Илья Горбузова. Очень красиво. Очень клевая фотография, да. Так вот, там в тексте анонса группа Аркаим, то есть название коллектива, выделено синим. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую, вы в мгновение ока оказываетесь у них в сообществе. Ну, а дальше уже становясь участниками этого сообщества, естественно, получаете все нужную о группе информацию. Я, в данном случае, имею в виду их концерты, туры, новые пластинки, синглы. В первую очередь, это всегда бывает полезно, когда следите за коллективом, получать нужную информацию полезно и приятно. Далее чаты. Для вас работают их целых три. И один на сайте своего радио, свое-радио.фм. Там на фотографии коллектива в правом уголочке сверху, смотрите, написано чат. Я всегда говорю слово из трех букв. Народ почему-то улыбается. Но условия чат тоже ведь три буквы, правда. Кликаете, и вываливается вам целый столбец. Это, собственно, чаты есть, в котором можно отписываться. Все ваши вопросы, эмоции, впечатления. Милости прошу. Далее видеть в этой студии, что происходит, можно на двух порталах. Это портал Hitbox и портал YouTube. Здесь фишка в том, что мы даем вообще картинку Full HD в принципе. Но на канале Hitbox, к сожалению, там нет возможности выбора качества картинки. Поэтому если у вас широкий канал, то вы можете смотреть все без лагов. А если канал у вас поуже, чем возможный, то смотрите тогда на YouTube. Там есть возможность выбора качества картинки. Пусть чуть более мыльная будет она, но тем не менее не будет ничего лагать. И чаты, кстати, есть и там, и там. Я сейчас имею в виду и Hitbox, и YouTube. В общем, отписывайтесь где угодно. Все, что касается коннекта, я рассказал. Хватит уже трепаться. Теперь нужно к группе подходить. Кто-то написал, я, кстати, с этим согласен, что о группе совсем мало информации. Вот совсем мало. Не работаете вы с аудиторией своей. Как-то почему-то не особо распространяетесь о себе. Поэтому сегодня вопросов будет много, и они будут все эпичные. О планах ваших спрашивать, как это делают дерьмовые журналисты, я не стану. А расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах. Песни писать. Ответ дан, и, в общем, в принципе, мы от этого вопроса сразу уйдем. Сколько времени в группе? Сколько существует коллектив? Ну, в данном составе не так давно. Просто именно с Сергеем мы достаточно давно творим. Уже лет 8, да, Сережа? Нет, с 2005-го, с 2006-го примерно. Нет, с 2007-го, Сережа. С 2007-го, да. Девочек лучше поймать всегда. Девочки лучше помнят день знакомства, день свадьбы, день разведки. Да, да, да. И день начала существования. Так. Вот. И мы познакомились с Сережей. Мы учились вместе в колледже музыкальном. И, собственно, познакомились там. Вот были только на разных курсах. Решили что-нибудь попробовать сделать. Да, и вот потом собрали ребят. Ну, как это водится в разных группах, состав менялся. И вот в данном качестве мы играем несколько лет. Ну, хорошо, в этом составе. А вообще, в принципе... Состав был разный. Увеличилось периодически даже до девяти человек. То есть было саксофон, клавиши, второй вокал еще. Масса всего интересного. Но потом просто, когда мы уже начали более активно ездить, все стало потихоньку само по себе отваливаться. И, собственно, вот это вот те люди, которые самые оказались преданные делу музыкальному нашему. И мы вот в таком составе сейчас катаем, насколько хватает наших сил. Ну, и хорошо, и слава богу, сил у вас, надеюсь, много. Надеюсь на то, что у вас и, собственно говоря, помимо сил, есть еще и желание творить силы силами. Как называлась первая песня, которая прозвучала сегодня? Лорелея. Как еще раз, извини? Лорелея. Это кто это? Лоресонская легенда. Вот, давай, расскажи. Песня была, я когда училась в колледже, я играла Листа, Ференс Лист, он написал про звенение Лорелея для фортепиано. И я, проиграв про чувства, прочитала легенду и поняла, что я хочу сочинить песню, ну, в роковом стиле. И написала текст, музыку, и вот так вот родилась песня под воздействием Ференса Листа. Хотя, конечно... Она, получается, одна из самых первых у нас. Да, хотя, конечно, рядом с Ференсом я ни в коем случае не стою. Почему? Потому что музыка у него грандиозна. Не, подожди, секундочку. Надо ставить себе очень высокие цели, высокие планки. Понятно, что падать оттуда тяжелее, чем с планочки пониже, но зато пока летишь, столько эмоций, столько сможешь накричать вокруг себя, столько оставить следов, ты понимаешь? Уж лучше ставить себе задачи более. Ну, с Ференсом Листом не знаю, но постоять, в общем-то, мне кажется, ты могла бы. Ну, так, хотя бы для себя, внутренне. В конце концов, он тогда, ты сегодня. Мало ли, мало ли. Вот, например, товарища этого самого, господи, прости, Моцарта в свое время попсовиком называли же. Вот бах, это музыка. А Моцарт, мэ, легкий жанр, понимаете? А сейчас классика. Поэтому не надо себя так принижать. Мой тебе совет. Давайте петь дальше. Хотелось бы следующую песню. Что это будет? Какая называется песня? Песня называется «Беги». «Бегу». Хорошо. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня. Аркаим. Поехали. Задыхайся и беги, по неволе береги, Мое сердце отнеси на костер. Я усну в пещере, корж измаятл приговор, Мое сердце отнеси на костер. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Изумру да в листьях серебрятся на ветру, В том чудесном мире старым лисом я вреду. Как по травушке до слезы росы собираю, Два и в нем найти спасение в них. О тебе часто вспоминаю. Луны, ночи, годы, каждый день я забираю В жизни твоей, что досталось мне за мой грех, за мой грех Зады хайся и беги, по небу не береги Мое сердце отнеси на костер Я усну в пещере гор, жизнь моя твой приговор Мое сердце отнеси на костер Моя сердце отнеси на костер Ты тащила из теней, угляняла краткий век Ты за счет судьбы своей, а теперь я одинок Не поможет ли синюх, весной насквозь промок Не сомкну мне этот круг О тебе часто вспоминаю Луны, ночи, годы, каждый день я забираю В жизни твоей, что досталось мне за мой грех, за мой грех Зады хайся и беги, по небу не береги Мое сердце отнеси на костер Я усну в пещере гор, жизнь моя твой приговор Мое сердце отнеси на костер Зады хайся и беги, по небу не береги Мое сердце отнеси на костер Я усну в пещере гор, жизнь моя твой приговор Мой сердце отнеси на костер Ну что, зачитаю вам кое-что Народ такие интересные вещи пишет Вот Олег Скосырский написал Ну все, раньше группу не слышал А вот теперь заслушаю Спасибо за очередное открытие музыкальное Вот нам тоже приятно, что мы для кого-то вас открываем Так, пишет Тимофей Селезнев Оказывается, я люблю фолк Но ведь это же офигенно Пишет Тимофей Он как бы мне сейчас сообщает о том, что это офигенно В принципе, безусловно, было бы это плохо Здесь бы их и не было сегодня Вячеслав Гринчук пишет, мечтал увидеть вокалистку группы Группу уже года полтора люблю Но информации в сети о группе довольно мало Вот, кстати, сказать еще одно подтверждение того, что о вас практически ничего нет Ян Добровольский писал Привет, прикольно Ноги вроде болят, а все равно сами по себе танцевать лезут Интересно, как это ноги у человека лезут танцевать Посмотреть бы на эту картинку, конечно Давайте будем немножко более подробно о вас рассказывать С одной стороны, мы теперь понимаем, сколько времени существует коллектив А с другой, я хочу знать Ну, наверняка есть музыкальное образование У большинства людей У нас у всех Получается, да, у всех в большей или меньшей степени У Ирины, например, выше Какой выше? Выше чего? Да, я закончила Академию Гнесиных Вот по инструменту, на котором Да, по гобою По гобою ты и... Серьезно? Да, по гобою Девушка-гобоистка Нет, секундочку Сейчас все очень изменилось сильно Я просто помню времена еще советские Когда, в общем, девушки скорее на флейте играли А увидеть девушку с тромбоном, с гобоем, например, с трубой Ну, практически было невозможно Ну, да, тромбоны А сейчас, ну, а я видел тромбонисток Ты знаешь, почему такая худенькая Как у нас говорят Если мы на мужчину смотрим Мы мужчина-дрыщ такой, да? Вот и девочка такая худенькая, стройненькая С этим гобоем Не с гобоем, с тромбоном Так активно У Дарьи Сукачева еще, по-моему, с этим, с большим саксофоном Да, и с саксофоном Замечательная, кстати, сказать Она с саксофоном работает прекрасно Ну, и понятное дело, что есть образование и у флейтистки коллектива, судя по всему Да Тоже высшее Она даже преподаватель по флейте Вот всегда интересно, когда человек, в данном случае, даже Почему даже? Ну, и когда она играет и делает это хорошо и качественно В принципе, сам Бог велел преподавать флейт Хорошо, тогда у парней, у тебя какое образование? У меня средняя, специальная, то есть я качивал колледж по классической гитаре По классической гитаре? Да В итоге, так и играешь на гитаре Я играю на большом количестве инструментов, в данный момент на гитаре А на каких еще? Все виды гитар, в том числе бас, клавиши, немножко барабаны, ну, вокал там, по меньшей мере Просто я еще также работаю по звукозаписи, и поэтому мне приходится этим владеть, потому что я также занимаюсь присутствием маржировок, композиции и все прочее Понятно, когда приходит музыкант, играть не умею, тебе приходится за них подогревать Ну, это естественно, я понимаю Я даже не сомневался в этом нисколько Часто бывает, когда приходит группа Давайте запишемся, давайте Звукорежиссер стоит, сводит Господи, куда ж ты играешь? Дай сюда гитару! О! Говорит гитарист Точно, точно Только я на концерте так не смогу Ну, это дело, давай я уже Усерьешь какое образование? Пусть расскажет сам Иди расскажи Да, да Музыкальное есть? По-настоящему музыкальное образование есть Музыкальная школа, но, тем не менее, это меня нисколько не остановило двигаться дальше Подождите, секунду, а на каком инструменте музыкальная школа? Гитара, классическая гитара Тоже классическая гитара Потрясающе А потом уже Даже у одного преподавателя занимались Вот так даже Да, и некоторое время играли даже в одном составе ансамбля А сейчас нет, сейчас в разных составах, я вижу Сейчас мы не в составе ансамбля музыкальной школы Сейчас составим полковую группу Двенадцать гитар, поющих Поющих, да, безусловно Круто Вот, и сейчас, получается, я в этом направлении работаю Педагогом на данном образовании А, то есть ты продолжаешь учиться? Нет, я наоборот сам уже учу Вот, закончил Муз школу, даже не институт, а вот просто талант должен быть у человека Да, и пользуясь случаем, хотел передать привет всему детско-юношескому центру города Тулы Чудесно Всему детско-юношескому центру города Тулы Огромный привет, Сергей Спасибо большое Спасибо А, да, у нас барабанчик остался, его надо еще только Осталось спросить, Денис, какое образование музыкальное? Образование средне-специальное По ударным инструментам, ксилофон Подожди секундочку, ты с ксилофона пересел на барабаны? Ну, пришлось Я понял, я понимаю, звук мерзкий у ксилофона Такой железный, бьет в уши, надоедает быстро Да, да, да Поэтому лучше, когда звук более плотненький Да Спасибо Вот теперь мы выяснили, что эти люди совершенно не случайны в музыке И, скорее всего, это удивительное может быть открытие для многих Потому что редко бывает Недавно, кстати, был случай, первый раз, по-моему Когда, нет, не первый, второй На моей памяти, когда все музыканты коллектива имели музыкальное образование Вот третий, пожалуй, случай За все время существования программы Потому что обычно в коллективе кто-то есть Часто бывает барабанщик, между прочим С высшим даже образованием музыкальным Все остальные самоучки, но делают они свою работу прекрасно Александр Гриб пишет Добрый вечер своей Кстати, Александр Гриб живет не в России Он живет в Лондоне И оттуда слушает программу Привет, Лондон! Слышу группу впервые И уже с самых первых ноток зацепила и поперла Сижу, наслаждаюсь А на волынке умеют играть или нет? Это вопрос Волынкой мы не пользуемся? Не пользуемся? У меня был опыт на русской волынке У нас же есть три разновидности волынки Испанская, шотландская и русская Так вот русская самая такая неудобная И вот я поиграла и поняла, что нет, не хочу Как-то непатриотично прозвучало сейчас Что-то неудобная русская воланка Она очень не строит То есть, чтобы ее настроить Это надо где-то полчаса и мучиться И в результате все равно будет не очень Просто у нас в Китае сделано Значит, еще вопрос Исполняют ли песни на других языках? Очень бы хотелось услышать что-то народное Один раз у нас, по-моему, был кавер Мы исполняли эти гринсливс Но это было давно, очень, году так, в 2008-м Когда мы как раз случайно затесались в Германию Да, мы поехали в Германию Мы решили, вы хоть одну песню надо сыграть На английском На английском Не получалось? Она пела Ну, вас поняли хотя бы Красивенько Народ реагировал? Да, то есть, даже понимали Ну, скорее, немцы понимали лучше русский, чем английский Да ладно? Очень много русских На нашем концерте было просто целый зал Который, как бы Там очень много, да Большая русская диаспора Ну, те еще немцы, получается Просто когда ты говоришь, что немцы лучше понимают русский, чем английский Я начинаю несколько почесывать затылок Ну, потому что восточная Германия Они у них вот это вот осталось Круто, круто, круто Давайте петь дальше Что будет за песня следующая? Песня называется «Мой король» Напомню В программе «Живые» всегда исключительно живой звук Здесь сегодня группа «Аркаим» Кстати, впервые в программе «Живые» Знакомьтесь, если вдруг никогда не слышали их раньше Поехали Свечи поставлю на стол Черную ткань разверну Карты ложатся крестом Карты пророчат петун Кто выкрыл сердце двоем, кто выкрыл сердце двоем Кто выкрыл сердце двоем, мой темноглазый король Вижу улыбку ее, чуй сердечную боль Дальней дорогой тебе Мчаться к чужим городам И восхищенно глядеть Волчи мечтательных дам Нежная дама червей Дама суровая пик В отовороте теней Выбрать одну из двоих И уже поздно бежать Ты отыграл свою роль Ярт и лёстрый кинжал Чтобы ты выбрал король Что с твоим сердцем король Душу отдал ты кому Нежно шептал про любовь И не любил ни одну Как ты пророчит беду Тихо вздыхает огонь Ты ведь не веришь в судьбу Мой темноглазый король Нет, я помочь не смогу Силой своей колдовской Сердце твое не вернуть Сердце твое далеко Звезды твои не горят Утбой укроет туман Не очарует твой взгляд Самый последний издан Где ты теперь мой король? Зачем ты оставил меня За полуночной горой? В северных бурных морях Где ты теперь мой король? Зачем ты оставил меня? Сердце разбито мое Сломана воля моя Будь же ты проклят король За то, что оставил меня Будь же ты проклят король За то, что оставил меня Добрая песня Об отношениях В принципе, да Будь же ты проклят король За то, что оставил меня В принципе, девушки-то Они такие коварные бывают И женское проклятие Иной раз на всю жизнь Потом Бог узнает Когда отмоешься от этого 4647 Это короткий номер Для СМС К ваших сначала свои Пробил дальше ваше сообщение На СМС-портале Вот задаю вам этот вопрос Понимая, что вопрос глупый Но человек, видимо, так шутит Хочу вашу реакцию увидеть Чем вдохновляются ребята? Алкоголь? Марихуана? Или просто так? Что является вдохновением? Ну, на самом деле Я так полагаю Что творческий человек Он не нуждается Ни в каких особых Добавках, скажем так К своему вдохновению Если оно есть Талант есть То, в принципе, ничего Да жизнь Жизнь нас вдохновляет Жизнь вдохновляет Жизнь красивая Жизнь хорошая Правда же? Вот И сейчас смотрю на картинку И понимаю, что все Я не знаю, чего там Алена Рукасовина написала Что камера, которая у Иль за спиной Слишком высоко показывает Мне интересно А что хочет человеку Увидеть ниже? По мне так очень хорошо показывает Просто Ириночка Она такая невысокая девушка Поэтому, когда присаживается Действительно такое ощущение Что она прячется за микрофоном Такая худенькая Так она прямо из-за микрофона И не видна Ну, извините Так вот у нас Камеры невозможно двигать Они стоят, как стоят Стараемся все-таки Чтобы все было видно Тут пришла информация Ко мне любопытная Во-первых Что значит Аркейм? Вот я редко слышу Спрашиваю о названиях коллектива Но это же перевод Какой-то есть у этого слова? Это археологический памятник У нас находится В Челябинской области И был открыт В 1987 году Хотели эту долину затопить Но узнали Что там вот находятся Вот эти древние остатки города Датируются Он 5000 лет до нашей эры Вот не знал Получается где-то 18-15 век До нашей эры И когда мы обсуждали Название групп Да, то есть Не хотелось как-то По-глупому называться Там всякие Эльфийские няшности И прочее Соги мельницы Вот это вот Не-не-не Я шучу Шучу Мы нежно любим Опавшие листья в лесах Гномих То есть Хотелось как-то А вот это было бы круто Хотелось, да В результате Несмотря на то, что у нас музыка фэнтезийна Мы взяли серьезное историческое название Так сказать В честь наших предков Круто Круто Ну, почему название Название спросил Потому что Один из наших слушателей Я сейчас смотрю чат Который расположен на китбоксе Кстати, еще три группы Аркаим были Латвийская распалась в 2007 году Питерская и Мичуринская И еще есть Новый Оренгой И еще где-то еще дальше Какая-то кавер-группа еще есть То есть всего около пяти А еще есть из Казахстана Аркаим А это их памятник, видимо У нас в Челябинске Аркаим А у них Аркаим Я так понимаю Как так? Вы не знали, когда назывались? Да, интернета у нас с толком не было Ну, когда мы Да, у нас с толком не было И Пока вроде Вроде пока не ругаются никто Мы вообще, да Мы посмотрели так Посмотрели, что та распалась Это распалась Ну И хорошо И решили взять себе Между прочим, кстати, была Есть, вернее, такая, по-моему Группа Арктида Изначально Да, и они хотели изначально Как раз назваться Аркаимом Но потом они У них интернет, видимо, был И они сказали Не, не будем Уже есть такая Арктида Мы знаем очень хорошо Вот Илья Тиняков Просто экскурс Аркаим пишет Он укрепленное поселение Эпохи средней бронзы Рубежа Третьего, второго тысячелетия До нашей эры Ну и дальше целый Хорошо, спасибо большое Илья, я почитаю Я никогда не стесняюсь Признаться, скажем, в том Что я что-то не знаю Я очень люблю Очень люблю китайскую мудрость Можно быть дураком Пять минут пока не спросишь Или всю жизнь Если не спросишь Поэтому я и спрашиваю Для меня эта информация полезна Теперь вот что Стало мне вдруг любопытно Все, что вы поете Это авторский материал Да? Народного какого-нибудь Аутентичного нет Народная скорее Мы тоже пару поверили Что-то порошку поранему Как-то делали И что-то еще Кто ее не делал Эту порошку Ну да, там ее все По-моему перепели уже Как будто Скорее чисто в гармониях В каких-то интонациях В определенных ходах аккордов Когда там ты берешь тонику Мажорную субдоминанту И минорную доминанту Как ты сейчас резко выругалась Вот это вот Это скорее такая народная Вот традиция Как ты вот повтори-ка фразу В общем, грубо говоря Построение законов Которое очень популярное Понятно Мы стараемся избегать Всякого рода Профессиональных терминов Просто потому что Люди сидят на той стороне И сейчас у них так Слегка в глазах рябит От всего От всей От всей этой красоты Значит, смотри Музыка как будто бы Из детства Пишет Александр Антонов Хорошо А Александр Антонов Если я правильно помню Он живет в штатах Кентукки Конкретно Сегодня нам очень много Иностранных наших слушателей Пишут Нет, пишут и свои Те самые россияне Но тем не менее Очень много и тех Кто получает удовольствие Судя по всему Не только от музыки Но еще и от инструментов Потому что весь этот инструментарий ваш Он очень как-то так ложится на душу Русскому Уху Русскому человеку Так Значит Семен, спросите Просьба Спросите Где можно приобрести новый альбом В формате флаг Так Теперь давайте об альбомах Сколько альбомов у коллектива У группы Аркай Ой, извини Одиннадцатого А нет Одиннадцатого Вот и девушка с памятью Как страдает немножко И второй альбом у нас двойник То есть два диска Внутри коробочки Там двадцать три песни То есть это Двухтысяча Четырнадцатого Пятнадцатого Четырнадцатого Да-да-да Не мешай ей с цифрами Ну прости У девчонки с цифрами лучше Чем у тебя Ей-богу Ну что ж Два получается альбома Да Да И сейчас выходит третий В ноябре В ноябре В ноябре будет третий Да, кстати, в Москве Тоже будем презентовать Двадцать седьмого ноября В фолк-клубе На проспекте Вернадского Круто Круто Я вот вопрос Который у меня таился С самого начала Вы ведь группа Тульская И, собственно, работаете И живете в Туле В Москве Кроме меня Все, кроме вот Ирины Она в Москве? Я живу в Москве Хорошо А с какой Аказией Оказались в столице? Ну, я, например Ну, как бы, когда училась Нет, секундочку Крупа вот сегодня Ты живешь здесь, ладно А они-то что, приперлись? Чего приперлись? Ну, что, поиграть Приехали В программу прям приехали Прям концертов нет завтра А вот сегодня просто приехали В программу поиграть, да? В общем-то, да Да спасибо вам большое Хочу сказать Ну, ёшкин кот Хочу сказать спасибо за то Что вы крутые люди Вы даже не подгоняли Никаких концертов в Москве А просто приехали сюда вживую Ну да, то есть концертов У вас в Москве сейчас не планируют Спасибо вам Спасибо, что приезжали Спасибо, что приехали Ну, благо Тула не так далеко Ну, в общем, да Тула недалеко Но все равно, если не вы, люди, которые говорят Нет, мы поедем только в том случае, если завтра у нас концерт Вот значит, Брюс Дэниел пишет А я сам живу в Дании, в городе Копенгаген Благодаря своему радио, мои соседи Скоро выучат русский язык Пусть слушают хорошую музыку Это очень правильный подход, Брюс, мне очень нравится Только смотрите, чтобы соседи Знаете, как в том Яралаше Я русский забуду, а английский не выучу Чтобы они не начали стучать вам По затылку Всяко же бывает, есть разные нервные соседи Давайте петь дальше, что это будет? Кантри Обыкновенный день Поскольку у нас фолк, мы решили сделать немножко Не русского, а скорее американского фолка Круто Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Аркаим Напомню, это коллектив из Тулы Поехали Однажды утром ты проснешься и поймешь Что жизнь идет и вместе с нею ты идешь Идешь с друзьями в одиночку Ли твой путь Попробуй смысл уловить И жизнь и суть Идешь с друзьями в одиночку Ли твой путь Попробуй смысл уловить И жизнь и суть Обыкновенный день Бросает солнце тень И отмеряет, сколько нам осталось жить Обыкновенный день Года считает нам лень А кто-то вовсе говорит Все может быть Кипит от зноя раскаленный город твой Занесло солнце в небе прямо на земле А время полдень, половины жизни нет Но впереди пока хватает новых лет А время полдень, половины жизни нет Но впереди пока хватает новых лет Обыкновенный день Бросает солнце тень И отмеряет, сколько нам осталось жить Обыкновенный день Года считает нам лень А кто-то вовсе говорит Все может быть На землю падают последние лучи Как день прошел уже не помнишь Промолчи, окончен путь Но ты не рад, в тоске стоишь Внезапно кончен путь Его не повторишь Окончен путь, но ты не рад В тоске стоишь Внезапно кончен путь Его не повторишь Обыкновенный день Бросает солнце тень И отмеряет, сколько нам осталось жить Обыкновенный день Года считает нам лень А кто-то вовсе говорит, все может быть А кто-то вовсе говорит, все может быть А кто-то вовсе говорит, все может быть Ну а че, ну и так мы альем Почему нет? Кстати, что касается кантри Я тоже многие годы своей жизни был убежден Что кантри, вот оно вот и есть такое И на банже А потом вдруг случайно где-то в интернете Нарыл кантри, американскую кантри радиостанцию Она так и называется, кантри FM И вы знаете, я был потрясен Насколько широк диапазон музыки кантри Слушаешь и совершенно не понимаешь, что это кантри Такое ощущение, что вот это поп-рок А вот это вообще рок-н-ролл Никакого как будто бы отношения к кантри не имеющего Но американцы очень здорово Как-то ладно, это все делят И определяют, что это кантри Так что очень здорово А что вы еще исполняете, кроме кантри? Вот я имею в виду обычно в своей программе В принципе разное Вот мы придержимся как бы нескольких стилей То есть как бы своего мы не выработали до сих пор Вот в этом, кстати, отношении у нас Получается, какие стили основные кантри? Ну, фолк-рок, кантри Обычно фолк-рок, с элементами небольшого Какой-нибудь металл Ну не металл, скорее хоро Так, секундочку Секундочку Какой-нибудь металл, вот это мне понравилось уже Мы просто отошли немножко Нет, секунду Мы сегодня многих с вами знакомим И поэтому, если уж действительно в вашей программе Есть что-то где-то так вот близкое Такому жесткому металлическому звучанию То безмерно хотелось бы это дело услышать Почему? Потому что группа, у которой такое широкое разнообразие В творчестве Лично мне и очень многим нравится дичайше Поэтому если вот сейчас вы подумаете 20 секунд даю Время пошло И придумаете что-то, что у вас есть Жесткое, близкое к металлу То мы вам будем очень благодарны У нас скорее ближе к хард-року Хорошо, пусть к хард-року Не, у нас будет, да К эпохе То есть мы это в программе сегодня обязательно сыграем Будет? Да, ближе к концу это будет Обещаете? Да, конечно Все, спасибо Смотри, ты сказал Сказал, мужик сделал, имею в виду Да, да, да Да, хорошо Это вот, вот это вот прям интересно будет Прям любопытно Значит, Ян Добровольский вот что пишет Вопрос На группу участвовала в фолк-фестивалях И были ли совместные концерты с русскими фолк Они же не русские, конечно С русскими фолк-исполнителями, спрашивает Ян Давай, сделай акцент Скажи, нет-нет, мы с русскими фолк-исполнителями редко играем Ну, конечно, ну, наверное, были какие-то, естественно Конечно, это и Самое частое, наверное, это получалось Уже несколько раз сыграть «Строгнет ель» Вот, «Зе дартс» Да, «Зе дартс» Потом участвовали в большом сборном концерте со «Сколотом» Тоже пару раз Кстати, большое Лёше спасибо Он сделал замечательный фестиваль Вот, «Наследие», что у нас ещё было? По фестивалям именно Крапивни, у нас в Туле проходит фестиваль Крапивни То есть там Пелагея Мы с Пелагеей выступали Да, это было довольно давно Был, значит, фестиваль «Быть добру» Мы пару раз сыграли Что-то... Так вот сразу, да? Сейчас просто сходу как-то не вспоминается Но так летом мы периодически Там Холмовуд ещё был фестиваль у нас ближе к Туле Вот Ещё хотим всё как-нибудь выбраться на дикую мяту Но пока, к сожалению, возможности не получается Тихончик вот это хорошо звучит Вы хотели бы выбраться на дикую мяту У вас было приглашение на дикую мяту? Не было Тогда хотелось бы, конечно, чтобы было Замечательный, кстати, фестиваль Где-то, где-то, где-то было сообщение Я его для себя даже пометил Ну Металл, металл Металл, да-да-да, хочу металл Народ начал кричать сразу Но очень хочется, правда, в вашем исполнении Что-то потяжелее Потому что очень любопытно сравнить Несколько ипостасей коллектива Пожалуйста И мягкая музыка, и тебе тяжёлая А как дудочка вот эта называлась На которой ты сейчас играла? Я хотел спросить, забыл Вистл Вистл? Да, это ирландский У нас были вистлаты уже, ребята Они разные вистлы Да, это разный, это ре-мажор А есть доминор? Возможно Есть разные тональности Вистл, ре-мажор А секундочку, а ты определяешь его По внешнему виду, что он ре-мажор Или по звуку? Нет, по звуку Ещё на нём рисует обычно Там написано в букву КТ А от размера зависит его? Ну да, да, зависит От размера обычно зависит Когда побольше, он пониже Ну, понятно, что у него Как бы большая возможность дыхать Как тебе хватает дыхания И дуть и петь одновременно? Перевод дыхания Это какой колоссальный? Ну, практика Многолетний опыт Да, многолетний опыт Понимают Давайте петь Что это будет сейчас По программе Что запланировано? Песня за тобой За львом и шторм Чуть-чуть потяжелее Но ненамного пока Хорошо, мы будем Расходиться медленно Я понимаю Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Тульский коллектив Аркаим Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Восемь свечей Зажигает рука Мне уже не пора уходить И забывать Ночь на придет Улыбнется луна И свобода На жителей Выживать Золотым рассветом Улыбнется лето Махнет рукой Позовет свет за собой Дождись опета На краю света Залетишь ищешь судьбу Я за тобой Я за тобой Я за тобой Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Реках, пламени, реках слёз Мы прошли спать время и ноги в стремя Летим на север, железный веер В руках моих от мечей лихих Волною смоет все грани сторон Свет или тьма, дорога одна Мы не ищем в петре золотых коров Только воля нужна, где скорает она Осень поцелует звонким дождём И война позовёт тебя вперёд Дашь кучей плейси, всё ищешь смерти Идёшь за судьбой, и я за тобой И я за тобой И я за тобой Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо И не спеши, когда придет смерть Отложи мечи книги, выйди за дверь Пламенем ночи ты будешь лететь Накройся рукой, и я вновь с тобой И я вновь с тобой Я буду с тобой, я буду с тобой Я буду с тобой, с тобой, с тобой Я с тобой, я с тобой Я с тобой Субтитры создавал DimaTorzok Большое спасибо Всегда приятно, вот я смотрю на то, когда люди пишут, надо же, ой, как круто, ой, как круто Приятно, когда мы в некотором смысле тоже ведь дарим людям радость, знакомясь с новыми для них коллективами И очень круто ощущать себя человеком, который несет что-то светлое, доброе, чистое, интересное Вам спасибо за то, что вы нам такую возможность предоставляете Я хочу еще один момент подчеркнуть Сегодня у нас, помимо вашего явления в программе «Живые первого» за все ее время существования Еще одна, так скажем, премьера Еще один человек, ну, по сути дела, новый для нас Ну, не новый, в смысле совсем-то Но впервые вот в таком ключе работающий Владимир Зайцев, звукорежиссер, который делает сегодня тот звук, который слышит аудитория А нам нравится Спасибо Да Мне, конечно, совсем не нравится Ну, конечно, нравится Нам тоже всем нравится О чем мы сейчас говорим-то Я подчеркнуть хочу, что мы не сотрудничаем с людьми случайными И вот Владимир сегодня подчеркивает Ну, не лишний раз доказывает, что все, кто к нам приходят посотрудничать, люди очень профессиональные, очень талантливые Владимир Зайцев сегодня за пультом звукорежиссера Так, читаю, что пишут Что пишут А, ну, тут вспомнили Доли Партон Та самая кантри-певица, которая зарабатывала огромные, колоссальные деньги в Америке Потому что пела хорошие кантри-песни Если вспомнить, ну, например, I will always love you Которая стала знаменитой в исполнении не Доли Партон Хотя эта песня Доли Партон, да Ведь не Хьюстон ее спела и стала звездой после этой песни То Доли ее пела в своей программе Ну, так вышло Вот, а Алексей Черский пишет Она даже попала в книгу Гиннесса Как самый продаваемый права-исполнитель То есть Доли Партон получила 7 миллионов бакинских комиссий Ну, в смысле, долларов Круто Как самый продаваемый, да Просто она-то пела неплохо, даже хорошо Но, как ни странно, в исполнении госпожи Хьюстон Песня звучала и звучит гораздо круче Вот так как-то странно Но Долик хороший композитор Кстати, кто у вас композитор? У нас по-разному Ну, я и Сергей В общем, мы с Ириной В основном Вот я занимаюсь аранжировками Композиции с сочинительством Вот Ирина занимается тоже частью аранжировок Вот, но в основном собираем у меня Потому что меня это потом еще и записываем Дома? Да, домашняя студия звукозаписи Круто А как барабаны прописываете? По-разному По-разному Иногда живые А в основном сейчас в последнее время Перешли на электроны Потому что нас полностью они устраивают по звучанию Да ладно Вот Просто еще есть там некоторые нюансы Вот, я же говорю, что эти нюансы очень слышны бывают Да, поэтому все растем Вот, просто так получилось, что в 2011 году Мы вот первый альбом писали в Москве На студии на живой То есть живые барабаны И они нас не очень устроили по звуку И когда мы попробовали второй альбом сделать Уже самостоятельно вот у меня Были, конечно, определенные моменты технические Вот, но в целом нам понравилось Именно по звучанию все больше Потому что, как бы, это же наши песни Мы понимаем, как это сделать Вот, ну и, к сожалению, банально Финансовый вопрос Он всегда очень больно бьет Самый-самый-самый главный вопрос Финансовый Именно поэтому, создавая станцию свое радио Мы ставим себе задачи Ставили и ставим до сих пор Мы с музыкантов ничего не берем Ни за ротации, ни за выступление в программе Ни за рекламу у их концертов Мы надеемся на то, что рано или поздно Они разбогатеют И сами начнут предлагать Шучу Мы надеемся на то, что к нам придет рекламодатель А хороших, талантливых людей нужно Знаете, я не верю в эту фразу Что талант сам пробьет Дерьмо пробивается чаще всего Активное Но это правда Чем активнее человек А активными чаще всего бывают Не те, кто талантлив Потому что им не на что расходоваться Больше, как собственных талантов Реализацию А вот те, кто ничего не представляет из себя Зато такой активный Такой активный И поп-сцена нам это все демонстрирует Очень ярко на самом деле Очень активных Да, очень активных много Нет, есть и пассивные, конечно Но это их личное дело Но очень много активных К сожалению Братцы, у нас осталось с вами совсем чуточку времени До конца первого часа Время летит совершенно незаметно Поэтому вы там решайте для себя Какой песни закроете этот час А я пока сообщу всем Что программа «Живые» Вообще-то это два часа В эфире После той песни, которая прозвучит сейчас Мы прервемся совсем ненадолго Ну, в рамках программы прервемся, безусловно Но вы послушаете «Шибанутся» Саша Шибанова Это замечательная такая межпрограммная рубрика Любопытных новостей Блог анонсов Имею в виду анонсы концертов Анонсы фестивалей Анонсы программ Идущие в эфире радиостанции Потом мы вернемся в эту студию снова Но прежде чем эту песню мы услышим Я прочитаю сообщение от Марины Романовой Как же я рада слышать Аркаим на своем радио Одна из любимых групп Слышала их только в записи Но живой звук радует Владимир Но живой звук радует И ничуть не проигрывает И некоторые группы что-то теряют Либо в записи, либо в живую А здесь все прекрасно Как ни крути Это комплимент сейчас и вам Как людям, которые извлекают звук И Владимиру, как человеку Который извлеченный звук слепливает воедино Ну и, собственно говоря, видимо, радиостанции Потому что мы всегда стараемся сделать звук Максимально качественно, насколько это возможно Как будет называться песня, которую мы это сейчас закроем Князь Владимир Очень кстати Как всегда, живой звук в программе «Живые» А здесь сегодня Аркаим Владимировна княжества Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Расскажи, что ты думал, княже Раздели свою боль со мною Норм безстрастных, льная пряжа Узелком нас связала с тобою Чтоб ты знал, чего я не знаю Когда к бедным Днепровским порогам от тебя От Руси уплывали деревянные мертвые полки А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Приказом шел народ, что тебя прославил Красным солнышком, светлым князем Верил и хотел и верить Че шептал чудотворное имя Когда жег новгородские стены Твой же друг, боевода Добрыня Благосклонность принцессы Анны Разве стоила вера предков Что на самом деле желал ты Князь Руси, святой Владимир Ни ответов, ни расплаты Вспомни все свои деяния Я не знаю, князь, твои правды Мне не ждать от тебя покаянья Лишь одно знать хочу я, княже Расскажи, в кого сам ты верил Рвется норный, бесстрастный пряжа В узелке, что связал поколенья Рэй! Кhouses! Вы знали! В узелке, святой Владимир ЖИВЫЕ Ну, просто потому что час начинать надо как-то красиво, естественно, пауза была, надо бы как-то радовать аудиторию. Что будет за песня следующая? Еще одна кантри «Друзья». Как всегда, живой звук. Программа «Живые». Аркадий. Друзья, они есть или же нет, середина невозможна, их найдешь в тучи бед. И рутине неотлонной по корням заброшенных историй. Ты пройди, просто вспомни, мысли отпусти. Легко разорвалась цепь в руках, просто дать безбранных слов. Интересы в новых днях, лучше б так терять врагов. Удивительно и странно все же, как вы стали, не похожи, только посмотри. Но вращаются колеса, обороты семь и восемь. Время не ответит на твои вопросы. Было много, стало мало, всех по миру раскидало. Как случилось это с ним? Было десять, стал один. Друзья, они есть или же нет? Ну и где они теперь? Кто почуял вкус побед, тот ушел за хлопнув дверь. И сидит один король на троне, что он видит в своем доме, Что кругом враги. И лезь сладко под окраин в устах, Но уме совсем не то. Подходили бы на места, Те, кто знал тебя давно, За столом с тобой сидеть мечтали. Но все эти маски стали призраком тоски. Но вращаются колеса, обороты семь и восемь. Время не ответит на твои вопросы. Было много, стало мало, всех по миру раскидало. Как случилось это с ним? Было десять, стал один. Субтитры сделал DimaTorzok Но вращаются колеса, обороты семь и восемь. Время не ответит на твои вопросы. Было много, стало мало, всех по миру раскидало. Как случилось это с ним? Было десять, стал один. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, не учили и не училась, к сожалению, наверное Да, значит, информация ложная Все, тогда эту тему мы не развиваем Ну, просто как-то человек написал, я подумал Я и подумал А вот очень хорошее и любопытное сообщение в чате на Ютьюбе Автор текстов к песням «Мой король и князь Владимир» и еще некоторых Передает горячий привет группе Спасибо, Мария Комардина Мария Комардина, да Кстати, если уж мы заговорили об авторстве То помимо Марии, чьи еще тексты вы используете? Еще есть тексты Как раз песня, которая у нас сегодня будет, не сбегу вперед, будет закрывать Вот, и еще некоторые, которые сегодня не прозвучат Написал наш очень хороший друг Петр Беляев Мы передаем ему большой привет Вот и здоровье Вот А так, основные песни Раньше мы работали Ну, как, все равно вдвоем То есть Петр тоже нам помогал, Мария периодически Вот у нас несколько ее песен А вот, но сейчас мы пришли к такому, как бы, консенсусу Нет, на новом альбоме тоже есть ее песня А, одна песенка, да, все-таки будет Не одна, две Даже две? Сереж А, да-да-да-да. Что-то у тебя с памятью, правда, тяжело. Нет, просто мой как бы... Даже три. Вот так? Да ладно. Маша, не слушай его. Окей, теперь понятно. А где-то сейчас, секундочку, подметил, я тоже для себя интересное сообщение, но потерялась. А вот, например, Андрей пишет. Ох, и красота сегодня неимоверная. Нежность, тепло, уют льются из колонок. Пойду в приподнятом настроении, чмокну половинку. Посмотрите, да, посмотрите. Какие интересные эмоции у людей, собственно говоря, возникают при прослушивании ваших песен. Это очень круто. Мне думается, что надо было еще о чем потолковать. Вы так или иначе, как и любые нормальные люди, что-то едите. Где-то живете. Во что-то одеваетесь. Музыка, возможно, не дает вам, вероятно, я так предполагаю, до всего того, что касается благополучия. Значит, вы где-то работаете. Каждая из вас занимается чем-то помимо музыки. Давайте об этом тоже потолкуем, всегда интересно. Ира, чем ты занимаешься, чем зарабатываешь? Я работаю учителем в школе. Чего? Какой предмет? Я учитель музыки и также являюсь заучием по дополнительному образованию. Заучи? Ну, как бы куратор, курирую. То есть ты строгая. Я бы не сказал. Хороший зауч на самом деле у ребят. Им повезло. Курирую, да. Я не буду спрашивать порядок цифр, но просто очень много споров ходит. Как сейчас зарабатывают учителя, в принципе, приличнее, чем, ну, скажем, какое-то время назад или нет? Потому что разговоров много всяких. Ну, вообще, потихонечку у нас почему-то уменьшается зарплата. А. Вот в Москве. Но я скажу, что по сравнению с регионами, в регионах зарплата очень низкая. Учителей? Очень, да. То есть Саша тоже учитель, и вот она. Как раз так же моя мама является учителем, у нее как бы снизили зарплату до 12 тысяч человек с 30-летним стажем работы. А почему? На каком основании? Неизвестно. Ничего не сказали. Просто снизили. Всем школам. Понятно. Но мы держимся. Мы держимся. Денег нет, но вы держитесь, да. Но это уже стало мемом. Сергей? Я работал некоторое время назад в музыкальном магазине, вот, в Аксурат. А сейчас, в данный момент, я занимаюсь звукозаписью. А, вот этим зарабатываешь? Ну, этим, на самом деле, скорее, это не является основной профессией. И сейчас решил, друзья меня подтолкнули к идее стать, наконец-то, учителем. Потому что, как бы, я и заканчивал колледж все-таки. Да. И, собственно, сейчас я не так давно начал преподавать. Мне это дело нравится. И вижу, что людям тоже нравится. Так что потихоньку начал работать. Несмотря на то, что платит немного. Я работаю частным образом. А. Ну, платит нормально. Понятно. А. Сергей, давайте мы басиста тогда дернем еще разочек. Заставим его оторваться от удобного стула и рассказать, чем он зарабатывает себе на жизнь. Держишь? Ну, по-настоящему я уже немного коснулся этого вопроса, ранее передавав привет в своей работе. Я, как и уже прежде говорили мои коллеги по группе, тоже, получается, работаю педагогом в сфере дополнительного образования. Как я уже говорил, в детском индустрии центре в нашем родном городе Тула. Как ты за это деньги получаешь? Я же думал, это хобби у тебя. Ну, это и хобби, и работа. Два в одном, как бы. Это хватает? Ну, по-настоящему я там, ну, почти на двух ставках. Да, и плюсом еще по совместительству работаю. Ну, пока живу я один. Ну, не совсем один, пока еще с родителями. Вот, мне этого вполне хватает. А дальше уже будем смотреть по-настоящему. Если правде в глаза. Дальше в правде-то в глаза надо внимательно смотреть. Она бывает такая сволочь, это правда. Александра. Сейчас подойдет эта девушка-флетистка. Так. Я работаю преподавателем в двух музыкальных школах. В музыкальной школе в городе Тула и в музыкальной школе в городе Болохово, где живут мои родители. Вот так мотаешься? В Болохово области, да, мотающие. А далеко? Нет, недалеко. 25 километров от Тулы находится город Болохово. А как совмещать-то приходишь? Один день там, один день там, я так понимаю. Ну, да. Получается, что я работаю в основном в Туле, потому что я там еще заведующая отделением духовых и ударных инструментов. То-то-то-то-то. Еще и ударных инструментов. А в Болохово я жена в совместительство. Таким образом мне хватает на жизнь. Спасибо большое. У нас, так, Денис остался. Чем зарабатывает Денис, барабанщик Аликина? Я был барабанщиком военного оркестра уголовной исполнительной системы. Опа-на. Да. То есть они еще и поют? Да, да. Бывают там военные оркестры сотрудников. Ну, а в данный момент работаю в транспортной экспедиторской компании. Опа-на. А это что-то... Вот разъясни немножко. В транспортной экспедиторской компании распределяю прибывший груз на складе. А, ну то есть это компания, которая разводит грузы. Да, да. А ты логистикой занимаешься. Ну, что-то вроде. Понятно. Хотелось бы добавить, что недавно Денис у нас получил... Денис, расскажи, пожалуйста, как это называется, звание. Ну, я стал отличник качества 2015-го управленческого года в компании. Получил диплом первой степени. Да, медаль. И ему государство или кто там выделил путевку? Кто там, кроме государства? Я ездил бесплатно на уикенд в Сочи. Вот это сейчас интересная тема. Послушал группу скутер? Послушал группу скутер на корпоративе. Подожди, подожди. Вот я сейчас хочу немножко более подробно. Ты как барабанщик уголовно-процессуального оркестра ездил туда? Нет, нет. Или как экспедитор? Нет, нет. Вот просто от этой компании. А что нужно было сделать, чтобы тебе дали такую бесплатную путевку в Сочи? Как в советские годы, ебут. Так. Ну, просто хорошо, наверное, работать. То есть у вас такая мощная компания, я смотрю. Да. Вот хорошо работаешь, выполняешь свою работу достойно. И тебе говорят, ну, на тебе путевку в Сочи съезди-ка. Да. Так а что ты, ребят, тогда не приглашаешь всех в компанию? Что нам не нравится ходить по 30 градусам морозу среди помещений, где еще холоднее. Зато в Сочи. Смотри, зато скутеры послушал живьем в Сочи. Это на один день. А с вами это время. Понятно. Спасибо, ребят. Давайте будем дальше петь. Что за песня у вас запланирована следующая? Песня «Не плачь». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня Аркаим. Поехали. Не плачь, я выплакала наши слезы. Давным-давно тебя еще не зная. Не плачь, любить как оказалось просто. Пылать как звезды, только не сгорай. Не плачь, я больше не пойму, что больно. Я свою боль любовью растеряла. Не плачь, не прячь меня своей тоскою. Я стала сильным рамором и сталью не плачь. Я каждый день прошу по краю. Под каблуками рушатся карнизы. Не плачь, я не сорвусь, ведь я летаю. Мне дали крылья бабочки и птицы. Не плачь, я не исчезну, не растаю. Мои цвета серебряные и рыжие. Не плачь, я не серьезный, я играю. Я больше не боюсь, не ненавижу. Не плачь, я заберу тебя с собою. И научу светить почти как звезды. Не плачь, я научилась быть любовью. Любить как оказалось очень просто. Не плачь, не плачь. Любить как оказалось очень просто. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Аркаим, здесь сегодня... Послушайте, братцы, вот такой, может быть, немножко странный вопрос задам сейчас. Но мне всегда это интересно, когда я общаюсь с музыкантами. Музыкантами, отдающими уйму времени и жизни своей как раз-таки музыке. Занимаясь при этом совершенно разными вещами. Но в вашем случае, как показывает уже теперь, я понимаю, ваши ответы, все-таки большую часть жизни вы и музыкой занимаетесь, и реальной такой обычной жизни помимо. Но все же, что вас пока еще... Извините за такой вот посыл, заставляет музыкой таки заниматься? Что вас держит на плаву? Я объясню вопрос. Очень бывает обидно, когда кто-то, кто ничуть не лучше, а может даже где-то и похуже, мы говорили сегодня об этом, и о попсе в том числе, становится знаменит, становится популярен, косит бабло, говоря уже таким языком простым и молодежным. А группа, делающая классную, живую, настоящую музыку, по-настоящему кайфовую, вынуждена еще и, так сказать, подрабатывать для того, чтобы продолжать заниматься этой музыкой. Что вас удерживает? Ну, на самом деле, идея, которая вот рождается внутри тебя и хочет какого-то воплощения, и ты понимаешь, что это уже как такой какой-то наркотик, который ты не можешь остановиться, и тебя несет вот по этому тоннелю по-музыкальному, потому что, ну, то есть когда твои чувства, твои мысли, твои эмоции воплощаются в песнях, и это кому-то начинает нравиться, а у нас, слава богу, есть люди, которым нравится наше творчество, вот, то ты понимаешь, что хочется творить и дальше. И смотря на то, что, да, это, ну, как бы не мировой масштаб, и даже не масштаб страны, все равно хочется творить, потому что даже если одному человеку это нравится, то и это приносит удовольствие, то ты понимаешь, что, значит, все не зря. Как это такое? Угу. Как точку поставил. Нет, я добавлю то, что я этим занимаюсь уже с шести лет, получается, уже 22 года, то есть сперва сам на гитарке, и вот с самого-самого начала, то есть когда я только начал, мне неинтересно было подбирать какие-то произведения известных композиторов, там, или там, скажем, рок-музыку. Мне очень было всегда в кайф что-то свое сочинить, например, вот во втором классе как раз я с этого и дебютировал, то есть в этом выпуске там сыграл. Ты в втором классе сочинил что-то? Ну, в музыкальной школе, вот. Вот что-то там простенькое, вот, но преподатель сказал, говорит, а сыграй. Вышел, сыграл, им вроде понравилось. И как раз, кстати, Ирина со мной так и познакомилась, как это было, мы просто с ансамблем... Подожди, ты был во втором классе музыкальной школы? Не-не-не-не-не-не, мы уже в колледже учились, мы уже были взрослые. Мы были в колледже, я хотела научиться играть на гитаре. Так. Вот, и я пришла на концерт гитаристов. Ну, все играют, значит, что-то там, разные произведения, и выходят Сережа и объявляют, что произведение собственного сочинения. И меня это вот прям вот как зацепило, то есть я с ним не была знакома. И я подхожу, говорю, слушай, а ты не можешь меня научить на гитаре? Он говорит, да-да, конечно. В результате на гитаре я не научилась играть, потому что мы занимались... Потому что мы занимались другими делами. Ну, секундочку, ну как может мужчин, молодой человек, отказать такой симпатичной девочке, когда она подходит? Правильно, да? Можете меня научить играть на гитаре? Конечно. Конечно. Почему нет? Дальше гораздо более интересные дела появились, и группа создалась, и группа случилась. Вот знаете, какая штука? Вот так все просто. Когда музыканты, вот вы в данном случае, так все просто. Вот я увидел, я услышал. Непросто. Как будто бы так все элементарно. Ведь на самом-то деле это такой труд и такая работа колоссальная. Для того, чтобы все это держалось, чтобы это все было на плаву, чтобы все это работало, чтобы все это звучало. Вы вообще молодцы, крутые. Я сейчас все-таки переведу один момент тоже. К Денису уж больно зацепил его оркестр, в котором он когда-то поигрывал. Вопрос потрясающий. Мне в голову не пришло об этом спросить. А кавера играли, нет? Нет. В основном марш и диксиленды. Понимаю, да. Похоронные, да? В общем, в принципе, этот оркестр должен играть марши. Прогулка-то она-то там, в общем, недолгая. Вот. Но просто Александр Зиндровский замечательно написал. Оркестр охраны исполняет песню «Я свободен». По-моему, очень круто. Реально. Мне кажется, такие вещи надо в книжки вносить. Знаете, как у нас был замечательный оркестр в тюрьме. «Любили мы песню «Я свободен». 46-47. Короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробел. А затем уже все, что хотели бы сказать. Это имея в виду смски. А есть ли кавера у группы кавера на популярные хиты? Вопрос такой. Каверы какие-нибудь играете? Ну, знаете, на самом деле, у нас всегда была проблема в том... Нет, это на самом деле не проблема, это наоборот, я считаю, здорово. То, что у нас уже очень большой сет-лист для нас, мы считаем, около 50 песен. Вот. И мы просто все время одно сыграем, другое уже как-то не поиграли, уже хочется сыграть. И поэтому мы все собираемся сыграть кавер. Каждый год мы говорим, вот давайте вот этот, вот потом давайте вот этот, вот этот. И все никак не получается дойти до этого. До каверов? Да. Так, может, и хорошо? Может быть. Может, и слава богу, что у вас своего творчества больше, чем, собственно, время позволяет использовать в программе. Вячеслав Гринчук написал очень добрые слова. Мария, ну, это автор текстов, которая тут вот нарисовалась. Спасибо ей за это. Хочу вам просто в пол поклониться за мой король. Сказать, что стихи мне понравились, это не сказать ничего. Очень сильно отозвалось в душе. Спасибо вам огромнейшее за это произведение. То есть сейчас вы видите, как мы делаем хорошо и Маше ваше. Замечательно. Ее очень красивые стихи. Ей большое спасибо. Она тулячка? Да. Причем она работает юристом. Сейчас она вообще сидит в декрете, а вот это вот, так сказать, творчество ее. Вообще интересные люди, которые занимаются такими, ну, на мой взгляд, жестокими профессиями. Ну, знаешь, как юрист. Это работа очень непростая для нервов, для нервной системы, в принципе, для психики человека. Потому что юрист, он сталкивается с очень разными ситуациями. И при этом юрист еще и стихи пишет. Это даже какую тонкую душевную организацию должен иметь человек, чтобы совмещать одно с другим. На мой взгляд, это невероятно невозможно, но, оказывается, все случается. Значит, Сергей Щербаков написал вот что. Вот только-только добрался до компьютера после тяжелого трудового дня. Включил. А тут такое блаженство. Полный подкаст этого эфира найдет свое место у меня в плеере. За звукой, как всегда, отдельное спасибо. Удивительные коллективы обитают в Туле. Есть там еще Ворон Кутха. Аркаиму спасибо за то, что вы есть. Ну, Ворон Кутха. Ворон Кутха, да. Естественно, знаем этот коллектив. Потрясающе звучит в ротации. Так, первый осенний снег запорошил. О! Посмотрите, на что вы толкаете людей. Андрей написал вот что. Первый осенний снег запорошил улицу. Земля укуталась ослепительно белым одеялом из снега. Серый котенок выиграл поиграть со снежинками, оставляя следы от своих маленьких пушистых лапок на свежевыпавшем снеге. Тут бы флейту немножко. Чуть-чуть подыграй, пожалуйста, а я почитаю. По-моему, это может получиться красиво. Я сейчас уберу подложку. Давай. Значит, где она? Серый котенок выбежал поиграть со снежинками, оставляя следы от своих маленьких пушистых лапок на свежевыпавшем снеге. Он радуется. Словно младенец, который только-только открыл для себя мир. Теплое, уютное солнышко, прорывающееся сквозь тучки, пыталось вырвать у природы остатки лета и как бы кричало, не надо снега, давайте лето. Но солнышко никто не слушал, снег продолжал падать и устилать улицу. Но солнышко подтапливало снег, и сквозь лужицы воды появлялась все еще зеленая травка. Спасибо. Далее. Не дописал глюкнутый комп. Пишет Андрей. И вот на этом его оборвало, потому что компьютер его подвел. Но как красиво начал, скажу я вам. И это все, между прочим, благодаря вам, потому что человек слушает эфир, и это его сподвигает. Другое дело, что я, читая это сообщение, меня подрывает подойти к окушку, приоткрыть занавеску. Неужто он сейчас написал о том, что происходит за окном? Володь, будь добр, посмотри, пожалуйста, чтобы меня это до конца эфира не терзало. Просто мне удивительно... Он, видимо, не в Москве. Фух. Отлегло. Давайте петь дальше. Что это будет? Песня «Корчма». Песня «Корчма» давно написали, но почему-то эта аранжировка родилась только буквально год назад. А так песня старая. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» и здесь сегодня «РКИМ». Поехали. Песня «Корчма». Песня «Корчма» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждому гостю с монетой, поверь Всяк сюда вхожи, князь или грязь Желтый металл, здесь его власти Если в кармане слышится звон То вылечит эту душу вино Сколь не пройдешь ты день или два В первой деревне ждет Она с собой, неказиста, внутри светла Старая таверна или корчма ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Песни утихнут рано к утру Оттенья исчезнут в горячей пару Споров тих, что не одолел Хмельного вина, что выпить успел ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколь не пройдешь ты день или два В первой деревне ждет Она с собой, неказиста, внутри светла Старая таберна или кончмон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, пошло немножко пожестче, я так понимаю Вот как-то с раскапочкой такой Ну да, это как раз третий альбом Хорошо Аркаим, а то есть третий альбом будет пожестче? По-разному Самое смешное, что хотели бы мы его сделать Вообще почти в акустике А потом как-то песни, песни и опять Ну и это, собственно говоря, музыка диктует условия Песни, которые сочиняются, они, мне кажется, сами Доказывают вам и показывают, как это надо играть Здесь есть вопрос Я его так и задам От Антона Вострикова Вопрос к гитаристу Я когда-нибудь дождусь свой инструментальный кабель Который заказал в Фокстроте года два назад? Как раз года два назад я там уже и не работаю А, то есть ты ушел и кабель пропал, я так понимаю Нет Нет, я человек приличный, вот, все вопросы к руководству Я понимаю Я всегда говорю, что своя радио это место встречи Удивительное место встречи людей Мы на самом деле, да, боялись всяких каверзных вопросов Нам особо как бы прятаться нечего, мы прозрачные Да, налоги платим Это правильно Нет, ну, скорее всего, какое-то недоразумение Такое бывает Такое бывает Так А тут народ стал делиться погодой Фотографии выкладывают Кто-то рассказывает про снежок Кто-то рассказывает про то, что листики опали Какой все-таки романтичный народ, я вам скажу Какой романтичный народ Нет, я всегда удивлялся и радовался аудитории радиостанции, аудитории программы Потому что что не человек, то личность Что не человек, то книга Вот открываешь и читаешь А, кстати, вот если иметь в виду авторитеты Ну, сейчас немножко так я сформулировать хочу правильно Чтобы было понятно мысли сразу Когда человек начинает заниматься музыкой Он для себя, ну, как-то определяет, что он хочет играть Какую музыку Кого-то сразу тянет в тяжелячок Так, чтобы риффы гитарные, да красиво Да, с длинными волосами на сцене Так, чтобы девчонки падали Просто штабелями ложились, да Кто-то идет в классику Кто-то вот как Архиповский Всю жизнь играет на... Как он это делает? Чудесно Был тут недавно у нас уже Какой-то третий раз, по-моему, в программе Я всякий раз любуюсь этими руками его Я любуюсь, слушаю Уже знаю наизусть все, что он играет Но всякий раз хочет спросить еще и еще Потому что он прекрасен Кто-то идет в Исраду В этом слове нет буквы Т Ну, я имею в виду туда вот Где попс, шмопс и так далее А вы пошли в эту сторону Ну, такой вот фолк, не фолк Этно, не этно, кантри То есть вор-мьюзик, скажем так В чистом виде, да Если так смотреть Потому что фолкового много Но при этом вы разбавляете все это Еще и чужой, условно говоря Фолковая музыка Не только своей российской Нам просто так интереснее, да Что заставляет? Она же не так популярна Музыка-то Она же действительно на сегодняшний день Не самая популярная музыка К сожалению Хотя мне кажется это странным Вот, есть у меня друг знакомый Он работает в достаточно суровой профессии Он хирург Вот И если Вернее, я извиняюсь По-моему, он акушер Вот Ну, по совместительству По-моему приходится Вообще, в принципе, хирург акушер Звучит уже Ну да Уже забавно Вот И как-то я ему как-то расстрелился Говорю, слушай Говорю, хотим что-нибудь там Может быть посерьезнее там Написать Он говорит, Сережа, говорит Понимаешь, говорит Вокруг столько всего нехорошего Говорит, негатива происходит Говорит, пишите, говорит Хорошие, добрые, сказочные песни Говорит, это, говорит Лучше всего у вас получается Вот И мы тоже, как бы пишем Мы не хотим сильно в реальность удаляться Там по социалке что-то писать Мне кажется, этого вполне достаточно Да, то есть Нам как бы это нравится делать Плюс у нас были очень хорошие примеры Фолковые команды То есть Мы же кем-то вдохновлялись Я не буду сейчас про Запад А у меня Сейчас скажу Ну, я думаю, с Ириной мы сразу Назовем несколько команд Которые Ну, наверняка мы с ней обе слушаем Это Мельница, Дарстрольг, Нотель Сколот Вот И для меня Недавно стало Просто сумасшедшим открытием Как странно, что я этого раньше Групп не слышал Это Оргия Праведников Ты не знал Оргии Праведников? Да, так получалось Вот И тут я как раз Случайно услышал их трек Вдаль по синей воде И все Этому треку уже, знаешь, сколько времени? Да, много Вот И я сразу Он, по-моему, Калугину уже достал Этот трек Да-да-да Он уже сам Я сразу Я ленивый человек Я сразу из стул Поехал на их концерт Большой в Москве В театре вот они играли Гениально Настолько у меня это пробило Вот И даже вот Кстати, на следующем альбоме Будет один трек Немножечко как бы написан На вдохновение Как раз Для тех, кто увидит сны Часть вторая Круто Круто-круто Круто Ну, а что, я так понимаю У Ирины та же Тот же список Немножечко другой Предпочтений Скажем так Да, по-русскому Близкий, да По-русскому Это, ну, в основном, да То есть изначально все Была любовь Блэкмор Снайт Да, Ричи Блэкмор Ладзейплин Ну, Ладзейплин Немножечко Там тоже фолк Вот Лорена Макенет Разный кельтский фолк Шотландский Дело в том, что я занимаюсь Просто ирландскими танцами И Да ладно Да Вот это вот ножками где-то Ну, потом Да Я Покажи Нет, правда Здесь? Покажи, да, чего Так, смотрим внимательно картинку Так, секундочку Какой у нас кадр сейчас Все видно А кто-то подыграет Так, чтобы Ири было не сухо А что, ирландскую музыку какую-нибудь Сыграй, да и все А она потанцует Как я люблю людей, которые не отказываются Поехали Ансамбль песни и пляски Аркаима с города Тула В программе живые Такое бывает не часто Я вдруг вспомнил Ойми Тоже группа Знаете, такую группу Ойми называется Сейчас слышу Шикарная группа Тоже играющая Поющая фолк У них есть люляма Я на всю жизнь запомню теперь это слово Люляма Внешне это обычная палка На конце которой Как рогатка такая Но это люляма Да, потому что карелло-финские Какие-то там карелло-угорские дела Вот И, кстати, у нас в премьерах Буквально Завтра пойдет их песня Вместе с Дипфорестом Так, на секундочку Группа Ойми Фит Дипфорест По-моему, круто И замечательно Так, народ потрясающе пишет Блестяще, великолепно По-моему, сейчас начнут кричать бис И пробовать Нет, на самом деле Ирландские танцы танцуются Ну, как бы это чечетка Танцуются в специальной обуви Но у меня обуви нет Понимаю Бешевно Поэтому я так Понимаю Но зато красиво Знаешь, как картинки это смотрится Гениально Браво народ пишет Брависсимо И вообще я хочу Я хочу сказать Да тебе большое спасибо За то, что не отказываешься От таких экспериментов Это говорит об открытости И неленивости Душевной Это очень круто Петь давайте что-нибудь Что это будет? Сейчас будет красивая песня Называется «Фея» Все до сих пор было так себе А вот сейчас будет красивая Ну, я так понимаю Да? Я так понимаю Как всегда живой звук В программе «Живые» Аркаим здесь сегодня Погнали Лес вздохнул Зашевелились тени Лес вздохнул Листья на ветвях Зашелестели Ты пришла в мой лес Мои владенья Что ты хочешь смертная От феи Я в лесу зачаровала тропы Ветры унесли земное имя Я сильнее Я сильнее Не ищи Не пробуй Он теперь не твой А мой любимый Я могу призвать чужую силу Ты погибнешь Пропадешь бесследно Взгляд мой холодней, чем лед и иней А твои глаза теплее лето Бои очи отраженья неба Полон взгляд не зеленью А синю И твои ладони пахнут хлебом А мои ветрами и полынью Мои волосы Мои волосы пожаропламя Твои голосы как ржаное поле Ты совсем другая, ты живая Если б я смогла вдруг стать живою Он бы полюбил меня Быть может Если б стала я чуть-чуть теплее Если б стала на тебя похожей Но не станет человеком фея Я свои развею заклинанья Я дорогу тайную открою Дай руки коснуться на прошенье Дай почувствовать себя живою Мои ветры сон его разрушат При тобой раступятся деревья Уходи Твоим он будет мужем А я даже плакать не умею Твоим будет, твоим будет А я даже плакать не умею Твоим будет, твоим будет А я даже плакать не умею А я даже плакать не умею Тут сразу вопросы начались Интересно, а кто автор текста вот этой песни Кто написал? Мария Комартина, да Тоже Мария Что она замечательная Да-да-да, очень Она замечательный поэт Тут уже не просто стихи Не просто тексты к песне Это стихи Да, это стихи Потому что, да Понятно, что это делится Причем получилось, что Я не собиралась писать на чьи-то стихи А один друг Мой знакомый Наш общий Дал почитать И когда я прочитала ее стихи У меня Мгновенно начала рождаться музыка То есть Эти стихи Которые звучат уже изначально И я просто начала играть мелодию Которая была заложена уже в этих стихах Круто Это очень круто СМ-чеку прочитаю Жалко, человек не подписался Хотелось бы просто проследить Уже дальнейшее развитие Его мысли Пишет человек вот что Когда родится сын Назову Аркаимом Не надо Мне интересно, как зовется сам человек Аркаим Иванович Звучит несколько комично Согласитесь Аркаим Эдуардович Уж больно серьезно Это только в прокуроры Если потом ребенок пойдет Ну, а все остальное Я разбирать даже не буду Даже не стану По-моему, лишнее Ох, мурашки Пишут люди От этой песни Ну, да Она цепляет действительно Как и все, на самом деле Но ты же подчеркнула Что песня нежная Вот народ стал внимательно Прислушиваться Люди любят у нас Нет, а песня красивая Действительно Значит, тут где-то тоже Было интересно Ох, как баста пробирает Аж до мозга кости Пишут все Слушайте, реально сижу И переживаю за фею Ну, не может она стать человеком Блин, это же шутки ради Я реально переживаю за фею Как за родную Пишет Андрей У нас времени с вами осталось Ну, буквально на две песни Так улетает оно Как, собственно говоря Как вода сквозь пальцы Просачивает Ну, как песок, скорее Вода просто А мы все-таки Так придерживаем Вот, я так понимаю Что сейчас ты будешь Что-то пожестче уже, да? Да Как раз вот она После вот этой нежной песенки Сейчас как-то ударить Скорее, да Повеселее что-нибудь Веселая, добрая песня Про девушку Сергей обещал Хардешную Мы прям совсем Блакуху играть не будем А могли бы? Нет Это, наверное, все-таки Ближе к группе Там, скажем Ну, к Арконе Они очень хорошо это делают А мы сыграем Опять же Немножко классического урока В перемешку с вальсом Как у вас это получилось Так, интересно Что из этого выйдет, действительно Как всегда Как называется Вот это вот Адель Адель Как всегда Живой звук В программе Живой Аркаим Здесь сегодня Давайте-ка Послушаем Что получится Из этого всего Мою кузину все зовут Веселая Адель И любит вещи Двена В постели крепкие Парней гуляло Мало с ней Причина та в одном Кто выпить с ней Зашел в трактир Остался под столом Ирландия И Франция Шотландия Голландия Испания Британия Все выпят от одна Фарватеры теряются Бескопы соскитаются Отважные искатели Адель опять одна Мои кузину все зовут Веселая Адель Срождение шипет В портовом городе Марсель Отец ее был моряком Любил крепкий рот И сам как бочка меньше Мерит юста фута в нем Ирландия И праздная Шотландия Голландия Испания Британия Все выпят от одна Фарватеры теряются Бескопы соскитаются Отважные искатели Адель опять одна Мои кузину все зовут Веселая Адель И в 2002 на постель крепкий В барле гуляла Малости причина Там одно Кто выпить не зашел Трактир Остался под залом Ирландия Ирландия, Франция Шотландия, Голландия Испания, Британия Испания, Британия Веселая Адель Веселая Адель Веселая Адель Ну это нормальный Ирландский паб В котором много баб Мужиков Ну я имею ввиду толпа Людей Пиво льется рекой Пена И все пляшут Причем ирландские танцы Что важно Ребятки Ну Как-то все К концу К финалу уже движется И всегда неожиданно Заканчивается программа Я вдруг обращаю внимание Что вот оно Времечка-то уже и подошло Но у нас еще пока есть Некоторое количество минут Которые хотелось бы Просветить само собой Общению с вами Господа Просветите меня пожалуйста Пишет Владимир Бондаренко А почему в российской музыке Аделей так много Это просто имя нравится Или с этим именем Что-то связано Так получилось Кстати говоря Что самое забавное Я написал Адель Песню Вот И после этого узнал Что в 2011 году По-моему Если не ошибаюсь Князь написал песню Адель А ты когда написал? По-моему в 10 Ну разумеется Песни абсолютно разные Просто название Понятно То есть ты до Князя написал? Ну да Наверное Я же не знаю Когда он ее написал Вот Потом Я обнаружил чисто случайно Что у Оргии Праведников Есть песни Адель Вот это меня вообще потрясло Вот Самое смешное Если кто-то сейчас Потом после эфира Включит начало Начало похоже По темпу Тональности И мелодики Буквально первые четыре такта Я вообще не знал группу Оргия Праведников Я вообще не знал И тут я включаю Просто я знакомился Со всеми альбомами Год 2005 по-моему И просто думаю Ничего себе Вот это совпадение А вот Адель Наверное потому что Хорошо рифмуется С чем? Эль Ах Эль Адель Постель Эль Ну да Подожди Вот это не я сказал Вот это не я сейчас сказал Эль да Да С этим да Как же это красиво Пишет Максим Как будто Заблудший странник Набрел в сказочном лесу На этих волшебных музыкантов И они его заворожили Своими композициями Мираж исчезнет А странник так и будет Сидеть в лесу На камушках В ожидании Новой встречи С волшебными музыкантами По-моему По-моему Красиво По-моему Красиво И очень изящно Это вы вызываете Такие эмоции Людей Это реакция на вас Собственно говоря А это говорит о том Что реакция искренняя Настоящая Человеческая Что называется Давайте может быть Вспомним А может быть У вас есть даже Список концертов Ваших Где вы может быть Живьем В ближайшее время Сыграете Потому как наверняка Найдутся те Кому это будет Страшно интересно Да Ну у нас презентация Альбома будет 26 ноября в Туле В Харацпабе 27 ноября в Москве В фолклубе И зимой мы поедем Опять на Урал Челябинск Тюмень Уфа Курган Еще может быть Что-нибудь А почему опять То есть вы часто туда ездите Второй Мы второй раз Да У нее сейчас в глазах Такое счастье Вдруг Нам очень просто понравилось Нам очень понравилось Там очень добрый народ И мы были потрясены тем То что Когда мы играли в Челябинске Народ нам подпевал Наши песни Хотя мы там были Первый раз в жизни А Челябинск оттуда Очень далеко Не только в Челябинске И в Тюмени подпевали То есть мы приехали Не надеясь ни на что вообще Что на нас кто-то придет И народ А там взяли и пришли Народ пришел И даже подпевал Очень было приятно Поэтому мы решили Опять туда сгонять Пусть подпевают снова Ну да Уралу привет То есть это получается У вас планы на ближайшее время Вот именно такие Да Мы весь октябрь тратим Как бы на подготовку К презентации У нас много Ну будут новые песни Поэтому мы делаем Небольшой перерыв в месяц С небольшим А новые песни Вы сегодня естественно не поедете Нет почему Мы сыграли Корчму А вот это как раз Одна из новых И все Из этого пока С третьего альбома Пока все Остальное пока репетируется Там немножко Усложненное все Нам надо очень много Позаниматься с этим Чтобы хорошо И качественно исполнить А усложненное Что ты имеешь в виду Как так говоришь Технике А чисто техническая история Да техническая Ну да А техника-то У гитариста классического Она должна быть Очень и очень Я это слышу И это слышу Не только я Насколько техника Хороша Хороша Надо бы уже Да Надо бы уже финалиться К сожалению Сообщаю что завтра В программе живые Ну это в качестве анонса Коллектив Магдам А с группой Аркаим К сожалению Сегодня нам придется Попрощаться Но Наверное На доброй Или может быть на жесткой Ушка хотите Как там у вас все расписано На ноте Как будет называться песня Которая вы закрепите Песня будет называться Вой Это одна из наших самых любимых Одна из самых первых Написал ее Мой друг Петр Беляев Наш друг Вот И как бы он придумал слова Немножко музыки И мы потом все это вместе склеили Получилась по-моему Хорошая песня Ну мы сейчас оценим Спасибо большое Что были в живых Спасибо Огромное Что вы заставили аудиторию На вас реагировать Так ярко И так активно Всем до завтра Будьте здоровы Пока Аркаим заканчивает свою программу В программе живые Извините за тратологию Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не забыть и не найти Мне лесов с небесными кронами Вот уже конец пути Продолжая жить Иду в сторону Не забыть и не найти Мне свою душу Ту, что я потерял Став навеки изгоем Время жизни я откину Прочь ту полночь Когда смерть не заплатит Вечным покоем Пой, пой Песню огонь Вой, вой Гуляет по крышам Стой, стой Серый изгой Волк, волк Я тебя слышу Пой, пой Эту песню огонь Вой, вой Гуляет по крышам Стой, стой Серый изгой Волк, волк Я тебя слышу В слом и тень Уйду я в ночь Сквозь туман Подальше от города Мои мысли Рвутся в клочь Улетают Вы в стаи ворона Станет воздух Как у стой И до рассвета Не сапнут Не очей Пахнет свежую кровью Злуда носит волчий Пой, иди поближе Серый брат Я тебе Свою тайну Открою Пой, пой Песню огонь Пой, бой Гуляет по крышам Стой, стой Серый изгой Волк, волк Я тебя слышу Пой, пой Песню огонь Пой, бой Гуляет по крышам Стой, стой Серый изгой Волк, волк Я тебя слышу Загибает венокров Я уже оставил надежду Слышу мой проклятый вновь И бегу срывает одежду Лунный свет пройдет на плечи мне И тот, что же замкнется на шее Пламенный обрушь Белоснежными клыками станут зубы И станут следы Уходящие в полночь Пой, пой, песню огонь Пой, бой, гуляй по крышам Стой, стой, серый изгой Волк, волк, я тебя слышу Пой, бой Стой, стой, серый изгой Волк, волк, я тебя слышу Пой, пой, песню огонь Пой, бой, гуляй по крышам Стой, стой, серый изгой, Волк, волк, я тебя слышу, мой, мой, стой, стой, серый изгой, стой, брат, я тебя слышу. Субтитры создавал DimaTorzok